Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Об индустрии новогодних украшений мы поговорим сегодня с Натальей Ермолаевой, директором Центра модной флористики. Здравствуйте, Наталья Борисовна! Здравствуйте! Встречаемся с вами перед любимым нашим, наверное, праздником – Новым годом. Он уже так к нам подкрадывается, идет, идет. Самое время заняться украшением своего дома, правда? Вот если, знаете, говорить о индустрии вообще новогодних украшений, как сейчас с этим обстоит дело в контексте импортозамещения? Потому что определенные ограничения есть. Вот как справляетесь, как вы ходите из ситуации? Знаете, это нам не мешает нисколько, потому что наши российские производители молодцы, они активизировались, и у них, наоборот, появилась возможность проявить свои таланты и способности. Очень много замечательных новогодних украшений, аксессуаров они предоставляют нам с радостью, хотя импортные запасы у нас тоже есть. Но изобретательность проявляют? То есть какие-то абсолютно новые, любопытные, оригинальные вещи появляются на рынке? Конечно, да. Поскольку наш народ вообще творческий, это жилка такая творческая нашего прекрасного народа, она присущая. И очень много рукодельников и частные коллекции какие-то выпускают. Я восхитилась, что такие шикарные игрушки из стекла, роспись ручная, такие великолепные игрушки, и нисколько они хуже импортных. Игрушки из стекла, то есть мы возвращаемся к давно забытому, да, мы же уже поняли, что все шары безопасные, их можно кидать кошкам, играть с ними. То есть мы немножечко так, а вот если говорить про модные тенденции, да, немножко в ретро ушли, или это просто материалы чуть меняются? Ушли в ретро. Ушли в ретро. Вспоминаются сюжеты наших народных сказок, сказочные персонажи. И вообще, на самом деле, вот те игрушки, которые были у нас в детстве, сейчас их воспроизводят в новой интерпретации. Как бы переиздание, да? Да, переиздание, что очень радует. То есть можно игрушку детства найти? Игрушку детства, сказочные персонажи, мультяшные, наши там крокодилги на чебурашке и прочее. Очень много таких коллекций сейчас выпущено, и мы с удовольствием приобретаем эти изделия. Здесь модные тенденции, ну, как-то нам не очень заметны, мне кажется, что, ну, мы вроде как бы купили набор шариков и вот ими эту елку украшаем там, да, каждый год. Или это просто нам не очень заметно, а на самом деле там все бурлит, кипит? Все бурлит, кипит. Все бурлит, кипит. Как было и прежде, разрабатывались тренды года. Они накануне разрабатываются нашими модельерами. И они так же, как и в одежде, точно так же, как и в парикмахерских. Конечно, конечно. И во флористике в том числе существуют новые тренды. Они одинаковые везде, цветовая гамма прослеживается, и, соответственно, аксессуары делаются в трендах этого года. Но если говорить про год наступающий, 2023 год, как мы все знаем, кролика, зайчика, милое существо, приятное. А вот здесь какие тренды, если кто-то вот прям следит за тенденциями или как раз пора обновить вот эту весь новогодний запас? Что закупать? Смотрите, классика жанра, она как была, так она остается. Она никуда и никогда не денется. И если, например, мы приобрели в какой-то год или в какие-то годы мы коллекционировали классические какие-то элементы, к ним можно легко внедрить, согласно трендам этого года, добавив несколько аксессуаров. Но есть некоторый тренд, который сегодня хочется очень представить. Это нюдовый шик. Это совершенно новый такой, скажем, такое новое дуновение моды. Такое нежное. Да, то есть здесь присутствует нежность и в соответствии с тем, что все-таки этот год кролика, зайчика, котика, все мягонькое, пушистенькое, легкое такое. Ну, я так понимаю, вот у нас представлен нюдовый шик вот как раз на этой елке. Это вот вся тенденция на лицо, да? Совершенно верно. Можно взять за образец как вот. Ну, то есть такими, на полутонах буквально, да? Да. Нет такого перебоя цветового. Прям вот гамма очень. Смотрите, нюдовый шик, он включает в себя все аксессуары, ну, игрушки или какие-то еще дополнительные элементы. Это розовый, белый, можно немножко серебра. Здесь и роскошь, здесь и винтаж, здесь и мягкость, и пушистость. Вот в частности, вот, да, звездочка. Вот там балеринка. То есть это может быть мех, это может быть, да, вот пёрышки, например, вот такие. И это все вот такое мягкое, легкое, пушистое и, собственно говоря, такое может быть и драгоценное. И винтаж, винтаж обязательно. А также эта коллекция еще предполагает введение сухоцветов. Они также являются трендом, как прошлого года они были. Очень актуально в этом году, они еще больше набирают, скажем так, темп применения. Можно даже просто елку из сухоцветов сделать. Собрать, да? Да, обязательно здесь применяются природные материалы. Это могут быть шишки, это может быть, например, хлопок вот такой вот. То есть это вот у кого что есть. Если говорить о классике, классика это что? Это вот все, нам всем знакомо по, не знаю, по всяким рождественским фильмам, вот эти шары, банты, свечи, может быть, да, вот такое, видимо. Да, 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 это именно то, о чем вы говорите. То есть это шары, сосульки, более такие круглые формы игрушек и без фигурок. То есть там, ну, как меньше всего присутствуют бархатные банты. Да, бархатные банты, да. И это все очень актуально. Классика никогда не уходит из моды. Классика жанра, она была, есть и будет. Вызывает такие, мне кажется, она, знаете, вот теплые чувства сразу, да? Ну, а для тех, кто все-таки хочет оригинального, но нют как-то им может быть, ну, не знаю, брутальные. Мужчинам что можно сделать на елке? А вот, смотрите, есть такая красота. Это вот коллекция тоже Нового года. Да, шарик. Он тот же самый шарик, но только он черного цвета, что весьма необычно. Ну, при всем при том, что у нас год серого, черного, кролика, водяного. Также можно использовать, допустим, на елке аксессуары. Это можно и в цветочной композиции, которая будет на праздничном столе использовать это все. Также, смотрите, можно применять вот такие ветки. Это обновит любую коллекцию, даже классическую. Да, но черный, наверное, надо с чем-то разбавить, да, чтобы не было мрачновато. То есть всю елку черными шарами, наверное, увешивать, ну нет. Черно с белым будет красиво, но если туда ввести синий, такой ультрамарин, красивый, будет здорово. То есть тут надо тонкий вкус проявить. Да, либо можно еще туда бирюзовый, бирюзовый цвет на контрасте сделать, серым, переходящие такие оттенки тоже будут красивые. Если от елки так шире уйти, да, как раз мы начали с вами говорить про дом. Вот как украсить дом, понятно, что ты там мишура, но вот композиции, вот это же такая дизайнерская история. Если ты не флорист, что можно такого легкого, простого сделать? Вот мы взяли такую обычную стандартную кружечку, она такая новогодняя, у нее рисунок со снежинками. И я приготовила вот такой вот флористический материал. Это канадская ель, мы ее закупаем, она продается во всех флористических магазинах. И благодаря этому материалу мы можем, я покажу, как можно... А вот это какая-то губочка, да? Да, это оазис. Так как мы делаем из живого материала композицию, этот оазис должен быть обязательно мокрый, то есть он предварительно замачивается в воде. Перед тем, как мы вставляем элементы из натурального материала, мы, конечно же, обязательно обновляем срез и делаем... Ну, не совсем в произвольном, но по ходу пьесы будет видно, куда оно вывернет. Да, да, да. То есть это вообще совершенно несложно, это может сделать даже ребенок. Сделали такую основу великолепную, мы можем вставить сюда свечу. Свеча это... Бобочистки, да? Да. Для того, чтобы она держалась в нашем флористическом оазисе, мы здесь... Есть разные приспособления, но мы взяли простое, которое доступно всем. Это четыре зубочистки и зафиксированы, ну, в данном случае, тейп-ленты, но если нет тейп-ленты, ничего страшного. Мы ее аккуратненько вставляем по центру, здесь может и две свечи быть вполне. И мы можем, согласно уже нашему тренду, добавлять уже какие-то элементы, которые будут подчеркивать стиль нашей новой коллекции этого года. И, соответственно, конечно же, здесь уже фантазия у каждого будет своя. И я думаю, что у каждого, даже если один и тот же человек будет делать ту же самую работу, он не повторится. Это как картину, которую рисует художник, и она не может быть одинаковой. Вот у нас есть вот такие шишечки. Шишечки, конечно же, в композицию нужно, они у нас вот на таких шпажках уже сделаны. Это делается, конечно, заранее. И шишки вставляются вертикально. Они, шишка вообще-то, это символизирует ту же самую свечу. Больших элементов не должно быть много, потому что что-то должно быть. Свеча должна быть доминирующая, наверное, композиция? Свеча доминирует или какой-то крупный элемент. Не должно быть элементов одной и той же формы. Вот это, например, хлопок. Это натуральный природный материал, который сейчас в тренде. Да, его даже в букеты добавляют. Да, в букеты. Можно с мандаринами даже. Вот сюда будет уместно любой природный материал. Сюда можно добавлять уже шарики новогодние, какие-то игрушечки. Здесь уже каждый будет применять то, что у него есть. Здесь можно, например, мандаринки поставить, можно сушеные какие-то... Кстати, сушеные кусочки, да, вот мандарин? Вот. Я очень хочу сюда поставить заранее приготовленную вот такая орхидея. Она живая. Она живая и в специальной пробирочке с водой находится. Она придаст... Да. Она придаст вот такой вот шарм, потому что живые цветы – это просто песня. Хотя казалось бы, вот к ёлке, да? А вот оно как органично вкусилось. Это просто песня. Конечно же, можно сюда вставить любой цветок, но орхидея – это тот цветок, который долговечный. Он такой очень неприхотливый. Постоит. Постоит хорошо, да. И здесь уже мы смотрим. Вот сколько, Наталья Борисовна, стоит такая композиция, вот сколько она выдержит? Новогодние праздники простоят? Да, конечно. Уже даже можно делать, и ничего с ней не будет. Кстати, вот смотрите, у меня здесь есть такая великолепная стрекорочка. У неё много блёска. А, это вот про прищепки как раз? Да, это про прищепочки. Это можно, например, применить и где-то её... А вот здесь, вот. Либо вот здесь, либо даже вот на такой веточке посадить, и она будет под дуновением какого-то ветерочка. Можно демонстрировать вот этот блеск какой-то, красоту. То есть тут можно улучшать и совершенствовать. Нет предела совершенствования. Ну, вот я бы ещё шариков где-то добавила, если кто хочет. Но остановиться можно в любой момент. А я напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Ермолаева, директор Центра модной флористики. А у меня на этом всё. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!